Какие были у Вашей группы планы после теракта? Сторон Киев. Вам кто дало указание? Сайфуло. В новых опубликованных ФСБ фрагментах допросов все четверо террористов называют имя координатора Сайфуло. Это он обозначил место атаки, Крокус Сити Холл, снабдил оружием и дал маршрут отхода. Сайфуло нам сообщили, что мы ехали на Украину, Киев, и там было 1 миллион рублей. Поехал в Киев, где-то должен был ждать деньги по 1 миллион рублей. За обещанным гонораром по миллиону рублей на каждого террористы сразу после атаки отправились по трассе М3 Москва-Киев. Неслись со скоростью под 170 км в час. Наши силовики перехватили машину вот в этой точке, вблизи поселка Комуна. До российско-украинской границы оставался 141 км. Смартфоны, хоть и в поврежденном виде, попали в руки следствия. Полученная из них информация свидетельствует, что беглецы до последнего получали указания от куратора Сайфуло. Сайфуло сказал, что там вас будут ждать границы Украины, пример, которые могут нам перейти границу и доехать в Киев. На той стороне для террористов, как выяснилось, готовили сразу два коридора. Наши спецслужбы зафиксировали активность ВСУ по разминированию вблизи приграничных поселков Чуйковка и Сопыч Сумской области. Места эти глухие, густой лес. От ближайших населенных пунктов в России до границы не больше четырех километров. Здесь террористы должны были сжечь автомобили и идти пешком по командам все того же Сайфуло. Он нам сказал, что уезжайте в сторону Киев и когда добьетесь до границы, недалеко от границы, бросайте свою машину и наберите меня. Я вам дальше помогу. Сайфуло говорит звание, потом я буду говорить чудо. Потом не случилось. Террористы задержаны и сотрудничают со следствием, которое сейчас устанавливает как личность куратора Сайфуло, так и заказчика в широком смысле. Вместе с тем, озвученных следователями фактов, достаточно, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке к крововой бойне в Крокусе. Во-первых, установлено, что наемники незадолго до расправы получили деньги с Украины. Во-вторых, попытка бегства в Киев, где, как говорят сами наемные убийцы, их ждал основной гонорар. И, наконец, организованная украинскими спецслужбами встреча террористов на границе. Такое невозможно без приказа сверху. Яркий штрих в этой картине и снимки из телефонов задержанных, оставшиеся после переписки с этим Сайфуло. Символика националистов, желто-синий прапор. Это скорее фотонабор украинского боевика, а не радикального исламиста. В вопросе, где и как были завербованы террористы, тоже можно найти украинский след. На это пролил свет глава Совбеза Николай Патрушев во время встречи с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Известно также о том, что украинское посольство в Душанбе отшляет вербовочную работу, привлекая наемников, желающих вступить в интернациональный легион, сформированный киевскими властями для ведения боевых действий против России. Раскрыли и пособников. Теперь едва ли не каждый день появляются кадры задержания. На пол, на пол, на пол, на пол, бегом! Вот сотрудники ФСБ проводят операцию сразу в трех городах. В Москве, Екатеринбурге и Омске. За что задержан, знаешь? За теракт в Крупусе. За что задержан? За теракт в Крупусе. Задержанные сознались, что переводили исполнителям теракта деньги на покупку машины и тех самых трех автоматов с боекомплектом. А вот и поставщик оружия. Его взяли в Дагестане. Я возил им оружие, этим ребятам, которые нападали на Крупусе. Как рассказал задержанный, он доставил оружие из Махачкалы в Мытище и спрятал в гаражном кооперативе. Тот самый куратор Сейфуло отправил координаты схрона исполнителям теракта. И вот белый рунос с черной крышей, на котором убийцы потом отправятся в Крупус, заезжает за оружием в подмосковные гаражи. Там же террористы нашли психотропные вещества, подавляющие чувство страха и инстинкт самосохранения. Этим объясняется хладнокровие, с которым они устроили чудовищную расправу над безоружными людьми. Где оружие? Усу убирал. Всего во время операции в двух городах, Махачкале и Каспийске, сотрудники ФСБ взяли трех боевиков, причастных к теракту в Крупусе. У всех в квартирах найдены разные виды оружия, а также части самодельной взрывчатки. Задержанные признались, что готовили еще одно нападение. В городе Каспийском набережном или в парк победы собирались взорвать и прископлять людей, кто попадется. Что касается участников нападения на Крупус, то их кураторы снабдили и машиной, и жильем. Белый Рено продали отец и два сына Исломовых. Они же, по данным следствия, спонсировали поездку двоих террористов в лагерь боевиков под Стамбулом. Спустя два дня после теракта он был ликвидирован турецкими спецслужбами. А этот арестованный переводил деньги на карту четверки убийц. Вот он вносит наличные в банкомат. За месяц координатор атаки Сайфуло обозначил террористам цель и по этим снимкам, где видна схема движения в районе Крупуса, спланировал действия каждого участника.